Друзья, всем привет! Меня зовут Миша Ряженко и в этом видео я расскажу вам про топ-10 гитаристов, которых я считаю полезными для знания, изучения их материала и просто обычного прослушивания. И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы видеть эти видео и быть в курсе всех последних обновлений. Обязательно подписывайтесь в Telegram, там тоже и обновления, всякие интересные эксклюзивные штучки и что-то из видео, то, что я говорю, оно появляется потом там. И обязательно приобретайте мои пособия, они скоро перестанут продаваться, все по ссылочкам внизу, там доступно. Классные совершенно пособия, прям дико вам рекомендую. И вступайте там в клуб, ну, соответственно, классные штуки, все в одном пакете сейчас, скоро перестанут продаваться. Потому что 20 лет я играю на гитаре, опыт большой, а 7 лет из них я продаю вот эти штуки, постепенно их нарабатывая. Сейчас они все вместе продаются, скоро перестанут. Обязательно, обязательно приобретайте. Поехали. Итак, 10 гитаристов, кратко. Почему так? Потому что много слушал, много играл, много пытался понять, что из этого методично является полезным. Методически, наверное, методически. И писал какие-то программы для музыкальных школ. В общем, ну, как-то прошел чуть-чуть через эту культуру. Послушал много, поиграл тоже. Послушал много крутых дядек, которые рассказывали мне тоже, и тетек, которые знают, что надо играть. Переиграл много, скачал много материала, посмотрел всякого. И, в общем-то, сделал для себя небольшую схемку, кого бы я рекомендовал изучать. Вот, прям изучать, с точки зрения того, что ребята делают. Или делали. Поехали. Давайте начнем с первого. То, что я играл в интро, как ни странно, это Джон Мэйер. Такой гитарист. У него много альбомов. Выдающийся совершенно гитарист. У нас он как бы не очень так приветствуется. Ну, и, наверное, всем просто пофигу на него. В Европе он, когда собирал какие-то солд-ауты, там сразу выкидывается концерт, и все, солд-аут. Почему? Чувак, почему я рекомендую? Чувак очень, очень, очень самодостаточный. У него есть концерт, где он играет, я уж не помню в каком городе, короче, какой-то концерт. Он играет сначала в акустике в одного. Все совершенно аутентично, все совершенно полноценно. Как это делали, в общем-то, все великие гитаристы. Но у него это прям невероятно органично все звучит. Это сильнее Клэптона. Это сильнее, ну, может быть, не очень сильнее, но разнообразнее, наверное, чем Дэйв Мэтьюс. Это близко к мастерству Томми Эммануэля по гитаре. Близко. Рядом. У него, кстати, есть видео, где Томми Эммануэль играет его трек с кем-то. С Мартином Тейлором, кстати, по-моему, чуть ли не. Вот. Так что Джон Мэйер, стоящий чувак, его даже вот какие-то известные ребята котируют. Невероятно органичные песни. Вот на этом концерте один слот играет в акустике, второй слот играет в трио, где там страт, классика, все. Такой прям рок-н-ролл. И последний слот всем бэндам уже, там куча гитаристов, клавишников, оркестр. Это хороший пример чувака, который умеет встраиваться в любой контекст и очень-очень самодостаточен. Очень классные соло, очень классные аккомпанементы на любой гитаре. Прям круто, короче. Вот поэтому я его рекомендую. Второй гитарист, которого я, безусловно, рекомендую, это Пол Гилберт. Чувак, который придумал, наверное, одну из самых классных школ. И так эволюционно сложилось, что у него очень-очень такая универсальная техника игры правой рукой. И из-за этого я его, в принципе, рекомендую. Творчески на любителя. Хотя он в составе группы «Мистер Биг» сделал пару крутейших хитов. При этом инструментальная карьера так. Есть один супер альбом, это «Get Out of My Yard». Просто потрясающий с точки зрения творчества, вот как я считаю. Остальные, ну, на любителя. При этом, безусловно, виртуоз играет правой рукой. Просто, ааа, вообще, у меня слов нет. Виртуозно, великолепно, филигранно, как угодно. Очень круто. И я прям дико рекомендую, собственно, его обязательно посмотреть, материалы поизучать, послушать и поиграть в его упражнения. Третий гитарист. Третий гитарист – это Эрик Клэптон, как ни странно. Эрик Клэптон почему? Потому что есть много классных хитов. Все-таки он один из законодателей жанра такого рок-блюз. Я не знаю, как правильно называется. Я не супер-классный историк стилей, да и вообще не историк стилей. Но, короче, у него есть точно несколько классных композиций, которые обязательно надо сыграть. Это «Tears in Heaven». Это «Wonderful Tonight», это «Tears in Heaven», это «Wonderful Tonight», это блюзы какие, любые, кстати, блюзы. У него есть отличное DVD, где он один сидит, играет в таком особняке, потрясающие аккомпанементы просто там. И это все вообще… А, и «Before Accuse Me», да, очень-очень классная блюзовая композиция. Не его, правда, но в его аранжировке. И «Change the World» мне нравится песня тоже. С точки зрения гитары классная, но сложная. Сложная прям, не очень академичная. Ну и, естественно, его просто там «I Shot the Sheriff», хиты вот эти все, «Cocaine», потрясающие. Короче, рекомендую вам. Опять же, многие песни не его, да, но он их сделал в классной аранжировке. Поэтому супер рекомендую. Четвертый гитарист. Не знаю, насколько это все возможно сыграть. Это гитарист группы «To-To», в общем-то, Стив Лукатор. В том числе чувак, который писал Майкл Джексону разные треки. И я прям рекомендую поизучать хотя бы, насколько возможны его партии, потому что это запредельный уровень качества исполнения песен и конструирования к ним партий. На самом деле, мне больше нечего особо сказать. Вот просто так. Стив Лукатор – это потрясающий совершенно гитарист, безумный совершенно. Пятый гитарист, которого стоит поизучать, если вам нравится джаз. И шестой тоже, но сначала пятый. Это Джо Пасс. Джо Пасс, ну, по-русски его обычно называют. Джо Пасс – это невероятный виртуоз с абсолютным слухом, который, наверное, больше всего выделился своей аккордовой игрой. Когда он играет один, у него таких концертов очень много. Я много его снимал. И какие-то штуки даже… Ну, могу сейчас аккомпанементы играть какие-то с листа, в том числе, благодаря ему. Кстати, я тут много таких концертов отыграл, когда надо было отыграть просто, типа, корпоратив какой-то там посидеть. Люди заходят, типа, что-то поиграть. Берешь просто ноты и как бы фигачишь по этим нотам. Не то, чтобы я виртуозно это делаю, но делаю так, что никто не замечает, что что-то не подготовлено. А делаю я это просто вот с листа по факту. Хотя, может быть, в этом ничего такого и нет. Короче, школа Джо Пасса. Невероятные аккорды, голосоведение. И можно его поиграть. Много нот, кстати, есть. Хотя бы вот по чуть-чуть, если там получится, аккортики понажимать. А если поснимать, то это вообще бомба. Шестой гитарист. Шестой гитарист – это Уэс Монгомери. Я считаю, что среди джазовых гитаристов это самый мелодичный гитарист ever. Ну, что-то вот у него такое было в таланте. Я понятия не имею, что. Но это был суперталантливый чувак, который играл большим пальцем очень много. Да он, собственно, в основном играл большим пальцем. И даже умудрялся какие-то виртуозные штуки тоже играть всё равно только большим пальцем. Что доказывает, что на самом деле нет никакой универсальной техники. Играть можно как угодно. Лишь бы звучало, лишь бы ваше желание научиться преодолело сложности исполнения, которые кроются в нюансах техники какой-то. Ну, неважно, как вы играете. Вот доказывает, собственно, Уэс Монгомери. И очень мелодичный. То есть все его записи, они безупречны просто. С ансамблями, с оркестрами. Короче, тут нечего комментировать. Надо слушать и играть. По возможности нот, кстати, мало у Уэса Монгомери. Но если найти, то, в общем-то, я что-нибудь скину к себе в Telegram-чатик. Седьмой гитарист Джон Фрущанте. Гитарист Red Hot Chili Papers, который придумал большую часть самых крутых партий Red Hot Chili Papers, которые все обязательно надо сыграть. Всем вообще обязательно. Если вы хотя бы как-то сталкиваетесь с современной эстрадной музыкой, ну, типа поп-музыкой, то вот Фрущанте за неимением супертехнических возможностей придумал просто какие-то безумно крутые партии. И вы их сто раз слышали. Ну, короче, там комментарии излишни. Восьмой гитарист, как мне кажется, очень важный тоже для изучения, это Дэвид Гилмер. Дэвид Гилмер, гитарист Pink Floyd. И очень-очень примечательно, что за так же неимением каких-то невероятных технических способностей и возможностей, ну, может быть, наверное, возможностей, способностей, я думаю, у него нормальные ко всему, просто он не парился. Играл технически достаточно просто, а звучало просто бомбово, так что весь мир порвало нахрен. И все его подтяжечки, звук, да подтяжечки и звук там все больше, как бы даже ничего не нужно. Вот это главное и ключевое. То, из-за чего настолько он, безусловно, крутой гитарист. Насчет поиграть его я не знаю. Специфические партии, честно говоря. Но если получится, пробуйте. Важно играть от начала до конца. Это очень важно. Все, что я говорю, если будете играть, играйте от начала до конца. Либо хотя бы квадратами от начала до конца. Это тоже важно. А то оно такое потом, оседает не так, как надо. Девятый гитарист, просто чисто впечатлиться, это Гатри Гоуэн. Гатри Гоуэн, британский гитарист-виртуоз. Мы делали ему тур по России с Антоном Давидянцем. Очень сильнейший гитарист. Наверное, самый сильный гитарист в мире, я думаю, с точки зрения скиллов. Хотя их сейчас очень много, талантливых. Но вот я думаю, он один из самых. Меня Гатри Гоуэн снёс, когда я увидел на Jam Track Central его портал такой есть. Посмотрите, пожалуйста. Там ребята под минусовки играют. Ребята продают минусовки. Продают такие типа пэки. Как вот типа у меня есть пэки. Они продают их, собственно, с интересными музыкантами, которые импровизируют поверх их минусовок. Когда-то я даже пытался тоже с ними сотрудничать. И многие наши крутые гитаристы с ними сотрудничали. Но речь не о них. Речь о том, что они Гатри Гоуэн в основном прославили. Потому что там миллионы просмотров набрали его ролики, где он импровизирует под эти треки, совершенно безумно и не запариваясь. И делая с такой лёгкостью, и так мелодично, с таким крутым звуком, что ты первый раз, когда смотришь, думаешь, что вообще, как так можно было? Серьёзно? И вот это очень важно. Это, безусловно, важно. Важно знать, что есть такой персонаж, который играет всё. Ещё у него есть интересный ролик, где он пародирует разных известных музыкантов. И я тоже рекомендую его обязательно чекнуть. Поиграть его вряд ли получится, потому что это слишком сложно. Ну, особенно, если вы не занимаетесь этим постоянно, если гитара непрофессиональная ваша тильность. Да, возможно, и не нужно. Но впечатление и вдохновение, скорее всего, получите. А, кстати, кстати, поиграть-то не получится. Что я говорю? У него есть офигенные две книжки, где он рассказывает, ну, то есть там типа я их скину к себе в Telegram-канальчик, где, в общем-то, он делится и советами практическими, очень крутыми, и где он даёт крутые пошагово усложняемые упражнения. Обязательно чекните, пожалуйста. И, кстати, в клубе, где сейчас происходит распродажа, там есть в чатике в Telegram с упражнениями и его как раз вот эти упражнения многие. Так что подумайте, стоит ли взойти туда. Я думаю, стоит. Поскорее пока ещё можно это сделать до 11-12 сентября. Ну что ж, последний киток. Гитарист, о котором я сегодня скажу. Как-то странно. Кстати, не обижайте, что многих ваших вот этих ребят, которые вам нравятся, не было здесь. Это же субъективно. Я просто говорю о том опыте, как мне кажется ценным, который рекомендую также вам заценить. Потому что не обязательно совершенно быть как кто-то. И вот десятый гитарист, десятый гитарист – это вы. Слушайте себя, записывайте себя для этого обязательно. И записывайте как можно больше. Слушайте, записывайте, слушайте, записывайте, слушайте, записывайте, показывайте всем, кому можно, собирая позитивную обратную связь. Позитивные – это либо хорошие рекомендации, ну, полезные в смысле, либо это позитивный фидбэк, когда человеку нравится. Всех негативных посылайте нахер, короче. Либо то, что вам помогает стать круче, либо то, что вас вдохновляет стать круче. Всё остальное не имеет значения. Слушайте себя. Это самый важный навык, наверное, который есть для гитаристов, которые занимаются хоть как-то творчеством. Потому что не бойтесь, что вы делаете что-то не так. Нету такого так, не так. Главное – не испытывайте иллюзии. Всегда относитесь к себе чуть-чуть с долей какой-то органичной критики, но позволяющей вам расти, а не угнетающей вас. Вот такое, короче, у меня будет десятый гитарист. Друзья, проходите по ссылочкам внизу, подписывайтесь в Телеграм, подписывайтесь на YouTube. И также обязательно ко мне проходите на сайт и там чекайте всё, что продаётся до 11-го числа. Это полезно. Книжечки, клуб, видео, аккордики. Всё разбирается. Импровизация, аккордики, теория. Всё, как, в общем-то, доктор прописал. Спасибо, друзья. До новых видео.